Компания «Экослайф» проводит монтаж безопасных автономных канализационных систем для загородных домов с увеличенным объемом и запасом прочности. Срок службы до 80 лет. При заключении договоров до конца года скидка на оборудование 10% и 5000 на монтажные работы. «Экослайф». Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Обладатели черного пояса по карате, чапецкий тренер Михаил Хурамшин подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. 16 декабря Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело. Все подробности в рубрике «Сводка». Чапецкого тренера, обладателя черного пояса по карате Михаила Хурамшина подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. 16 декабря Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело. Пока что в деле только один эпизод. К слову, Михаил Хурамшин – известный и успешный в Кировской области спортсмен, боевыми искусствами занимается более 30 лет. Воспитал спортсменов российского и мирового уровня. Дважды был в Японии на чемпионатах мира. Черные пояса Михаилу Хурамшину вручали такие известные люди, как дважды чемпион мира по боям без правил Олег Токтаров и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сейчас решается вопрос об аресте Михаила Хурамшина. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности. 130 домов, 4 детских сада и 2 школы в 20-ти градусный мороз остались без отопления и горячей воды в районе Дружбы. Во вторник ночью на участке улиц Некрасова и Чапаева произошла крупная коммунальная авария. Причиной стал выход из строя задвижки на трубопроводе системы теплоснабжения. Прибывшие на место специалисты установили, что целостность самой теплотрассы не нарушена, однако потребуется заменить задвижки. После устранения дефекта попытались открыть задвижку, задвижка не открылась, ее попросту заклинило. Значит, для того, чтобы ее поменять, пришлось отключить участок магистральной сети порядка километра. Сейчас произведем полную откачку воды из камер. Персонал спустится, срежет старую задвижку и поставит новую. Тем не менее, прибывшим на место специалистам КТК и городским чиновникам пришлось объясняться с местными жителями. Четыре месяца не было горячей воды летом. Вот, пожалуйста, в минус 18 градусов пол Кирова не имеет ни горячей воды, ни отопления. Но это говорит о том, что организация работ в вашем коммерческом предприятии. Организация работы началась сразу же незамедлительно, как только задвижка вышла из строя. Если бы задвижка из строя не вышла, нет никаких порывов на трубопроводе в данном случае. Трубопровод готов к несению отопительного сезона. И ситуация, конечно, нехорошая, но наша штатная. Специалисты КТК и городские власти заверили, что отопление и горячая вода появятся в домах кировчан к вечеру. Управляющие компании ведут проверки в домах, чтобы не началась кристаллизация системы отопления. Волонтеры и полиция разыскивают в Кирове 15-летнего Степана Шихова. 17 декабря вечером он вышел из дома. С тех пор информации о его местонахождении нет. Волонтеры считают, что он может находиться вместе с другим пропавшим мальчиком, 13-летним Кириллом Юферевым, который пропал 15 декабря. Если вам что-либо известно о пропавших, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, Александр Марченко, информационный канал «Город».